25 лет лишения свободы главному фигуранту дела о терроризме Николаю Автуховичу. В его копилке измена государству, терроризм, попытка вооруженного захвата власти в стране, контрабанда оружия и зоны боевых действий. Всего 12 статей, 6 особо тяжкие. В том числе попытка устранения главы государства. Букет статей не меньше и у его соучастников о сроке от 15 до 20 лет. Ксения Лебедева следила за процессом. С 18 мая текущего года в этом помещении тюрьмы номер 1 города Гродно шел процесс по делу о терроризме, фигурантами которого стали участники банды Автуховича. 12 человек сегодня всем им озвучили приговор. Главарю банды 25 лет, его троим соучастникам 20 лет, остальным 19, 18, 17 и 6 лет заключения. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Кстати, как объяснил обвинитель, было установлено, что двое из 12 обвиняемых по делу в состав организованной преступной группы не входили. Ирина Горячкина и Антон Мельхер. Последнего освободили в зале суда. Зачтен срок содержания под стражей. Нужно отметить, что всем подсудимым назначили крупные штрафы. На имущество Автуховича в Волковыске наложен арест. Пособнику Автуховича Павлу Саве присудили срок в 20 лет заключения. Совсем недавно мне удалось записать с ним интервью. Он мне говорит, нужна твоя помощь. Я говорю, конкретно в чем моя помощь нужна? Он говорит, ну надо наказать пару человек. Ты поможешь мне? Говорит, ну особо ничего делать не надо. Говорит, просто подстрахуешь. Я сделаю все сам. Ну все, вот в принципе наш разговор состоялся в конце где-то сентября. Он снова уже приехал. Говорит, надо помочь наказать одного сотрудника. Я бы хотела уточнить, формулировка была именно такая. Помоги мне наказать. Наказать, именно наказать. Наказать, не отомстить, не вот именно наказать. Такой вот план был. Я говорю, хорошо. И вот он первый раз, когда мы поехали в Балковыск, он приехал, это было вечером. Он у нас побыл дома, мы поужинали. И вот во время того, как мы ехали уже в Ратамку, по-моему, там, ну, к знакомой к его, вот, я у него начал спрашивать, в чем состоит наша, как бы, задача. Он сказал, ну, спалим машину. Не только жгли, но и взрывали имущество правоохранителей при помощи таратила, привезенного из зоны боевых действий. Привезли и огнестрельное оружие разных модификаций и калибров. Деструктивная оппозиция под руководством Автуховича и иностранных спецслужб планировала применять оружие и взрывчатку, чтобы запугать белорусов и насильственными способами поменять власть в стране. Если бы я знал объем в будущем, который я узнаю о всей вообще деятельности, то я бы отказался. Конечно бы отказался. И как даже вот сейчас из материалов уголовного дела, что везде упоминается, что он оружие возил с собой в машине, постоянно все у него было при себе, но я бы тоже вряд ли поехал с ним. На тот момент я пообещал, я привык как бы держать свое слово. И преступление и преступление. Так подумал, как бы ну, сильно не вдавался, не углублялся в подробности. То есть масштабов дальнейших я для себя никаких не видел. Тем более чужой город. Приехал, уехал, про тебя забыли. Главный фигурант уголовного дела Николай Автухович осужден по 12 статьям. Уголовного кодекса. Шесть из них за особо тяжкие преступления. Среди них и возможное физическое устранение главы государства. Я воин, а не предсказатель. Я на связи с нашей тактической группой из Украины. Они готовы по свистку к нам. Цитата из переписки в телефоне Автуховича. Понятно, что этот воин длительное время готовил вооруженный переворот в Беларуси. Без спецслужб Украины не обошлось. Наверное, поэтому несколько томов дела из 66 зачитывались за закрытыми дверями и имеют гриф секретности. А Автухович осужден в том числе и за госизмену. Но единственный ли это случай в его жизни? Предположительно, есть еще как минимум один, о котором расскажу уже завтра в своей авторской программе. Это другое. Из Гродно Ксения Лебезева, Дмитрий Горкуша и Александр Могучий. Агентство теленовостей.